Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Есть такой фильм знаменитый, всем известный, Брат и Брат 2. Главный герой, Данила Багров, говорит крылатую фразу. Вся сила в правде, брат. У кого правда, у того и сила. Действительно, вся сила в правде. Сейчас прошли выборы президента России. Ну и я думаю, что не я один, многие были вовлечены в этот процесс. Просто интересно было смотреть, что происходит. И вот я какую-то часть дебатов, общения кандидатов на высший государственный пост, самый большой в мире по территории страны. Российской Федерации наблюдал. Говорит, еду сейчас по трассе и думаю. Вся сила в правде. И в Библии на этот счет написано, в притчах написано что-то, я сейчас точно не помню как, но написано таким образом, что милостивый человек там всем нужен, известен. А кто ищет любящего правду? Кого интересует человек, который любит правду и за правду стоит? Вот все проблемы в наших странах связаны с тем, что у нас внутри. Мы думаем, вот власть плохая, вот власть несправедливая, вот начальники паршивые. Народ такой. В основной массе народ такой. Вот на телевидении, вот сейчас, особенно в условиях вот этих жарких дебатов, когда политические деятели, общественные деятели, там всякого разного рода выступальщики спорят. Там у Соловьева в передаче, еще в других спорят. Вот один кандидат говорит какие-то вещи, а другой как будто его не слышит. То, что тот говорит, его не касается, он говорит свое. Один обвиняет другого, а противник обвиняет этого. Предъявляет какие-то аргументы, и никто не хочет услышать, тем более согласиться, тем более признать. А ведь это было бы сильно, потому что сила в правде. Ну я на пример говорю, пример в это условно. Помню, Жириновский с Прохоровым у Соловьева рубятся. И вот друг друга, значит, вот друг друга. И Жириновский говорит, да ты холостой, да ты непорядочный, ты с проститутками в Крушевеле, где-то там во Франции тебя французская полиция задержала, ты нехорошо ведешь себя, ты не морально нечистоплотный человек, типа. А тот ему отвечает, это были студентки, которых я поддерживаю. Значит, я им, вроде того, что мы занимались уроками чистописания. Нет бы сказать правду, да, я холостой, да, у меня есть знакомые, да, я мужчина, да. Да, пили шампанское, кутили, да, вот да. Ну а что делать? Такова жизнь. Это было бы гораздо сильнее, чем он там вертелся как уж на сковородке и говорил всем очевидную неправду. Или у Малахова на передаче. Я вот наблюдаю. Делятся на группы, и кто бы что ни говорил, никогда не признает, что в словах того человека есть правда. Кто-нибудь бы взял и сказал, да, вот то, что вы говорите, вот это вот неправильно, потому что потому-то. А вот это абсолютно точно, это я вынужден признать, вот здесь я виноват, и вот здесь вот то, вот это вот то. Я признаю, вы абсолютно правильно говорите, это правда, это справедливо, это честно. Абсолютно другая была бы картина, абсолютно другое отношение к этому человеку было бы. Несмотря на то, что, как ему кажется, он себя опустил, он не дал отпор, он не отстоял свою точку зрения, свою позицию, как нам кажется. Он признал правоту своего противника, в этом его сила. Здесь у него больше шансов. Сила вправде. Не знаю, насколько я так сумбурно выражаю свою мысль, но сила вправде. И наш народ, выходцы из Советского Союза, плохо живут, потому что их обманывают, потому что несправедливость, потому что в судах, во всяких кабинетах отстоять правду невозможно. Потому что интересы людей таковы, что они любую правду закопают. Если начальнику невыгодно слышать тебя, он тебя не услышит никогда. Мне недавно рассказал, кто-то, не помню кто, говорит, у меня знакомый человек, в Германии живет, давно уже живет. Ну и в сердцах, говорит, никак не могу привыкнуть к этим немцам. Живу, говорит, в частном доме. Слева частный дом такой же, справа немцы живут. Я русский один, говорит. Мне на работу надо на машине выезжать. Вот я, говорит, выезжаю на дорогу, и на моей улице сплошная линия, переезжать ее нельзя. Мне надо налево, и я вынужден, чтобы не переезжать эту линию, поворачивать направо, ехать до разворота, там разворачиваться в разрешенном месте, и потом ехать налево. Ну а когда нету никого утром, ни машин, ни полицейских, ни соседей, ну никого нету, я, говорит, раз и налево. Пересек в нарушение правил сплошную линию. Приходит штраф по почте. Думаю, да что такое, кто это? Как это, откуда это вот? Ну что за страна такая? Как они узнают? Фотография, все, что я пересек. Сосед, говорит, выходит по, 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 там, мы с ним пиво пьем, глазки голубенькие, рыжий, немец. Я ему говорю, кур, ты представляешь, что у вас за страна такая? Ни видео, ничего, а штраф приходит. Он говорит, так это я же пишу. Я же сигнализирую. Я, говорит, чуть не упал. Мы с ним пиво с сосисками пьем, мы с ним дружим. Я пересек сплошную линию, получаю от государства штраф, потому что он на меня написал. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну нельзя же переезжать сплошную. Это же правило, это же порядок. Это же правда. Зачем ты это делаешь? Да разве мыслимо у русского человека подобное мышление? Вот отсюда наши проблемы. Да разве когда-нибудь чиновник выйдет, послушает своих горожан или своих сограждан, скажет, да, ребята, вот тут я не прав, вот здесь я не прав, вот это вот, да. Я готов подать в отставку, если вы мне еще доверите, я исправлюсь. Да никто так не скажет никогда. Да если какой-нибудь там родственник натворил что-нибудь, да вся родня встанет, поднимут все связи, будут давать взятки, подкупать судей, следователей, милиционеров, свидетелей для того, чтобы своего вытащить. А завтра они же попадут в подобную ситуацию против другого, и те, если у них будет больше возможности это сделать. А сила в правде. Поэтому Бог говорит, ищи человека, которые любят правду. Как вы думаете? Во всех сферах это имеет важное значение. Если ты говоришь правду неприкрытую, обнаженную до конца, шокирующую, ошеломляющую, эпатажную правду, это гораздо лучше, чем ты вертишься, как, ну вы поняли, как кто, брешешь, расхваливаешь то, что на самом деле не заслуживает этого, говоришь явную ложь, или просто не договариваешь что-то. Правда сильнее всего. И человек слышит, что ты говоришь правду, и он больше тебе верит. Если ты в этом сказал правду, значит ты и в этом должен говорить правду, и в этом сказал правду, и тут тебе можно доверять. Даже если здесь что-то не очень мне нравится в вашем продукте, или в вашем бизнесе, но ты говоришь об этом открыто, о своих недостатках, о проблемах, которые существуют реально, то значит тебе можно доверять во всем остальном, не везде же так. Итак, итог того, что я хотел сказать. Может кому-то пригодятся мои дорожные размышления. Сила, брат, в правде, у кого правда, у того и сила, а у кого сила, тот и побеждает. Я желаю вам удачи. До свидания.